Первый раз привезли 300 человек, но это оказалось слишком много. Ножика была короткая, и надо было как-то кладываться во время субъячи. Стали потом по 250. Караван служебных машин из Калинина, сейчас это снова Тверь, привозил сюда, к дачному поселку близ села Медное, сотни трупов практически ежедневно. Так, местное управление НКВД в апреле и мае 1940-го выполняло секретный протокол Политбюро партии рассмотрение дел почти 22 тысяч польских военнопленных в особом порядке с применением высшей меры. Взятых в плен после ввода войск СССР в Польшу в сентябре 1939 года назвали, цитата, «заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю». Так называемая «разгрузка лагерей» вошла в историю как Каттенский расстрел. В Каттене впервые нашли тела польских граждан, но в Калинине жертв было еще больше. Подозрения вызывали полицейские, естественно, чины, сотрудники контрразведки, разведки, пограничные службы, тюремные службы, службы исполнения наказаний, военное духовенство капелланы, соответственно, члены националистических политических партий, а также осадники. Это бывшие отставные польские военные чины, которые получали наделы в так называемых восточных крестах, то есть как раз на территории Западной Украины, Западной Белоруссии. На территории мемориального комплекса «Медные», открытого в 2000 году, более 6000 табличек с именами расстрелянных. Столько военнопленных находилось в местном Осташковском лагере. В центре 25 католических крестов по числу найденных братских могил. Местом захоронения «Медные» стало еще в эпоху Большого террора. Тела 5000 расстрелянных жителей Калининской области, это по меньшей мере, тоже привозили сюда. Причем чекистов не смущало соседство с собственными дачами. Это территория бывших ведомственных дач НКВД, и вот как раз музейно-информационный центр, тоже за моей спиной находится, это раньше здесь располагалась дача. И вот как раз фундамент под музеем, это фундамент из одной из дач НКВД. Эта территория была охраняема, ну понятно, потому что здесь располагались сотрудники НКВД. Ну и в связи с этим, скорее всего, и здесь было принято решение, что захоронения будут здесь. Среди жертв террора – крестьянство, духовенство, интеллигенция, члены обкома и даже сотрудники НКВД. К 1939 году в регионе арестовали более 16 тысяч человек. Мемориальное кладбище расстрелянных советских граждан, вторая часть комплекса «Медные». С кладбищем польских военнопленных её соединяет главная аллея. Это символ того, что память едина, что она объединяет, должна всех как бы объединять вне зависимости от национальности, от политических взглядов. В этом одна из главных задач мемориального комплекса и заключается. Большинство смертных приговоров приводилось в исполнение в подвале четырехэтажного здания в центре Твери на улице Советской. Изначально в этом доме была гимназия, которую окончил авиаконструктор Андрей Туполев. А в середине 20 века здесь расположилось региональное управление НКВД с внутренней тюрьмой. По воспоминаниям возглавлявшего тогда ведомства Дмитрия Токарева, для технического руководства из Москвы приехал начальник комендантского отдела НКВД Блохин. Специально оборудованную камеру обили войлоком, чтобы заглушать выстрелы. У прибывавших в польских военнопленных уточняли имена, сверяясь с расстрельным списком. Исполнявший приговор стрелял пленным в упор в затылок. Затем заводили следующего. Конвейер смерти работал безошибочно. Первый день расстрела Токарев увидел, как Блохин надевал спецобмундирование – кожаный коричневый фартук, перчатки, кепку. И на меня это произвело впечатление. Я увидел молоча. Зрелище, видимо, страшное. Хотя бы потому, что Рубанов сошел с ума. Павлов мой первый застрелился. Теперь Сухарев мой шофер застрелился. Сам Блохин застрелился. Сейчас в бывшем здании управления НКВД Тверской медицинский университет. О кровавых событиях прошлого века напоминают памятные таблички на фасаде здания. Вуз-объект режимный, но во двор открывают проход в день памяти жертв политических репрессий. Советские власти отрицали причастность к Каттенскому расстрелу, перекладывая вину на гитлеровскую Германию. Преступлением сталинизма расстрел впервые официально назвали лишь в 1990 году. Родственники группы погибших военных при поддержке общества «Мемориал» подавали заявления об их реабилитации как жертв политических репрессий. Но главная военная прокуратура отказала, мол, для этого не хватает персональных документов. Сейчас «Мемориал» готовит к изданию книгу памяти расстрелянных в Калинине военнопленных с биографическими справками каждой жертвы с ссылками на польские архивы и документы НКВД. Фактически это означает, что наша российская власть стремится сохранить вот эти тысячи расстрелянных польских граждан в статусе такой безымянной анонимной массы жертв. Мы оспариваем их утверждение, что документы не сохранились. Мы утверждаем, что сохранившиеся документы дают возможность каждого поименно признать жертвой именно этого расстрела.